Здравствуйте, мои хорошие! Что поразило на прошлой неделе, так это мощная волна протестов против коррупции в России. В двухстах городах, даже больше, от Калининграда и Питера, Москвы до Владивостока. И прокатилась она по стране именно в ее праздничный день, День России. Димон, мы его! У нас есть вопросы, мы хотим ответов! Раз, два, три! Путин уходи! Раз, два, три! Путин уходи! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Путин вор! Россия без Путина! Россия без Путина! Россия без Путина! В Москве на Тверской то и дело было слышно. Вы не знаете, как наших найти? Оказывается, Навальный перенес санкционированный митинг с площади Сахарова на Тверскую. Ну, так как фирмы там одна за другой отказывались устанавливать на сцене звуковую аппаратуру, их запугивали. И народ теперь узнавал своих, знаете, как по уточкам. Вот что означает эта утка у вас? Ну, что это? Животные биологии! То есть все животных любят, да? И господин Фельдман тоже? Можно идти? Нет, вы мне объясните тогда, почему? Давайте посадку пойдем! Значит, судя по призывам в интернете, утка обозначает желтое, знак протеста. Флаги и плакаты они прятали, так как их тут же винтили, в кавычках, то есть вязали и в автозак винтили. А желтая уточка то ли болтается за спиной на рюкзаке, то ли в форме заколки в волосах, верный знак для своих. Утка стала символом борьбы с коррупцией после того, как Алексей Навальный опубликовал свое расследование о запредельной роскоши Медведева, о его тайной империи. В резиденции премьер-министра в Плесе обнаружили отдельный домик для утки. Народ взорвался. Медведево к ответу! Сравните. Вот дача Медведева 80 гектаров, а вот дача Ангела Меркель 2 суточки. И обратите внимание еще на одну деталь. Никаких проплаченных пенсионеров. На протест вышел молодняк. Российские правители в растерянности. Что делать с этими молодыми мозгами? Все, до чего додумались в Челях, так это называть их фашистской сволчью. Знакомо, да? Ты против неистребимой коррупции, несменяемой власти? Значит, ты фашист. Молодежь не верит пропаганде. У нее свои источники информации. Это как в годы стареющего политбюро. Нет современного образования, нет современных мест работы. Есть вранье, есть восхваление власти. Строительство церквей вместо строительства домов творчества для молодежи. Культура, православие в школе вместо уроков по робототехнике. Посему насквозь коррумпированная, зажравшаяся, бездарная власть должна уйти. В 2000 году, когда его выбирали, я тогда еще сказал, вот только он два года был премьером, я тогда сказал, пусть ее несет столько, сколько сможет, лишь бы Россию. Вот так вот. Не успел. Скажите честно, завидки берут. Такое впечатление, что наш народ как-то подустал. Сегодня ведь открыты декларации всех хапух. От высшего эшелона власти до местных мерзавцев. Причем наглость местных зашкаливает. Они имеют покровителей в мерехах и чихать им на всех, на нас, на наши разговоры, разоблачения, обращения в правоохранительные органы. Ну скажите, зачем этот демонстративный шик, зачем Шумахеру подруливать к Думской на заседании сессии на шикарном за 3 миллиона авто? Топ-менеджер Труханова явился на сессию горсовета на автомобиле стоимостью в несколько миллионов. Похоже на то, что если бы у входа в мэрию плескалось море и был причал, то Шумахер пришвартовался бы на своей яхте марки Байлайн. Стоимостью тоже несколько миллионов. А чтоб коллеги лопнули от зависти. Мух, конечно, и на Ягуаре, или на Порше подкатить, они на жене записаны. Ну вот такие ухари. Этому же Шумахеру сейчас задача, не задача, не знает, как проскочить, чтобы не прицепились с вопросом, где взял, где взял миллионы на новенькую БМВ. И почему не внес ее в электронную декларацию? Мозги ж лопаются у руководителя Трухановского роздорстроя Шумахера. Кстати, с осени 16-го завязанные с мэром Одессы дорожно-ремонтные компании выиграли тендеры на 7 миллиардов. Ну, а самая известная роздорстрой с осени 16-го выиграла подрядов больше, чем на миллиард. А вы спрашиваете, где взял, где взял баксы на новенький БМВ. Не смешите его тапочки. Какая-то мелочь, 3 миллиончика разговоров. Ну и что? Что это самое роздорстрой зарегистрировано на вершинских форшорах. Ну и что? Что настоящим бенефициаром роста является старший бизнес-партнер Труханова, Галантерник. Ну и что? Что миллионные налоги уходят через Жукова, владельца этого офшора, в страну-агрессора в Россию. Между тем, длившаяся десятилетиями коррупционная связь между большими чинами СБУ, Службы безопасности Украины, и кланам, вот этим самым Минин, Жуков, Ангер, Труханов, она же вот до сих пор мешает этой организации СБУ. Довесты, шо Труханову зоуполус, мая три паспорты, та двадцать офшорных фирм. Европейский суд доказал. А СБУ, которому Труханов из бандитского общака годами платил зарплату, не может. Прокуратура и полиция два года не может доказать, что тетушки Труханова – это бандиты. Ну, устроить нападение на телекомпанию с избиением и нанесением телесных травм ее директору и остаться безнаказанными. Это ж в какой каменный век нужно вернуть страну с варварскими обычаями вместо законов? События вокруг последней сессии Гурсовета подтвердили, что бандит Труханов живет по сей день в шайке со своими брательниками не по законам, а по своим бандитским понятиям. Они въелись в его плоти кровь. И что еще символично, что общенациональный телеканал «Интер» начал свой репортаж с фразой, послушайте какой, в Одессе, что не сессия мяськрады, то колотнеча и в соседней зале, и на улице. То есть там понимают, что бесконечно, непрерывно здесь скандал за скандалом, как только сессия. В Одессе, что не сессия мяськрады, то колотнеча и в соседней зале, и на улице. Что случилось у этого раза и почему журналісти дедалі частейше заявляют про порушение своих прав в этом месте? Далее в репортаж. Скандал у мері почався на погоджувальній раді, на якій обговорювали питання майбутньої сессії. Наприклад, пропозицію узаконити ось цю девятиповерхову новобудову. Дискусію серед депутатів знімав на відео активіст і журналіст Юрій Дяченко. Але це не сподобалося мерові міста. І той викликав муніципальну охорону. Применили грубую физическую силу. Забрали телефон і мене удалили видеозапись. У підсумку забої та черепно-мозкова травма поліція традиційно не втручалася. Колеги Юрія, які стали свідками події, не пригадують такої агресивної поведінки владних чиновників. Його три человека схватили. Він пытался сопротивлятися, вириватися, т.е. схватився за стіни, але при этом його відривали, грубо схватили. В общем-то, його винесли із зала. Осереду Юрій та ще кілька десятків активістів намагалися потрапити в мерію, де починалась сесія. Але навіть депутатам це ледь вдалося. Центральний вхід заблокували все ті ж муніципали і приватне охоронне агентство. Біля бокового входу до будівлі мерії – та ж картина. Журналістів і не впускають, і не випускають. Охоронці сміються. Замок зламався. Та, ну, вигляді ж, заклинило. Хочу вам напомнить, що время увольнення Труханова із армии прийшлося на ліхі 90-е. Эпоха крешування бізнесу була в розцвете. Труханов вовремі сообразив, що роботи слесарем на СТО, мільйонером йому не стати, а гражданська професія у нього – інженер по ремонту і експлуатации автомобільной техніки. Тому він сразу організував свою охоронну фірму і стал охоронять бандитів. Банда моталась по всьому міру, і він с нею охороняв. А що значить охоронять бандита? А це значить пістоянні розбірки, рейдистські захваты, сходніки, стрілки, договорніки. Ілі конкретний наліт і окончання ліквідація конкурента с контрольним выстрелом в голову. Главарі банди Минин, який охороняв Труханов, торговав оружіем і наркотиками. В розгорі війни в Югославії італьянська поліція у своїх берегів задержала судна, його судна Минина, с контрабандним оружіем. На борту було 30 тисяч автоматів Калашникова, 400 управляемих ракет, 10 тисяч противотанкових гранат і 32 мільйона патронів. В отчете італьянської поліції по цьому делу значиться на 64-й страниці фамилия і нашого героя-любовника Труханова. Спросите, почему героя-любовника? А потому, що італьянська поліція установила, що у нього дві жіны, оказывається. Читаємо отчет. Труханов, Геннадий Леонидович. В мае 29-го он женился на Росі Лидія, которая родилась в Римі і живет в Побелоні, 20. І телефон її. Труханова Анатоліївна Татьяна. То есть сейчас, признатель, он живет там же, да, со своей второй женой, украинской. То есть вторая жена Труханова была выявлена итальянской полицией в ходе наблюдения в 98-м за украинской мафией, в том числе за Трухановым, проживавшим тогда в Італии. Ну а дальше? А дальше кино и немцы. Совсем не та биография, которую он вам рассказывает перед выборами. В 2001-й Труханов прибывает в Італии по одному паспорту. Якобы для того, чтобы встретиться со своей семьей. Какой семьей? А в Германии с 23 по 25 мая 98-го года он показывал другой паспорт. 1 июня 98-го Трухана восстанавливается в отеле Кюрзал в Риме по одному паспорту. И через неделю, 8 июня, здесь же предъявляет другой паспорт. The second time he was together with one Marienchuk Василий. Второй раз он был вместе с бандитом Marienchuk'ом. Слышали, наверное, такую фамилию, да? Вася, бухгалтер. 10 июля 97-го в Бельгии Труханов был установлен как владелец греческого паспорта на имя Узопулус. Родился в Грузии. 23 мая в Дюссельдорфе Труханов восстанавливается вместе с двумя бандитами в отеле Хилтон. Затем туда прилетает третий и оплачивает их счета. Здесь я хочу остановиться и обратить ваше внимание на четкую работу европейской полиции. Это не наша продажная, коррумпированная. Там полицейский пользуется безграничным уважением и доверием людей. Он не покупается и не продается. К нему люди идут как к священнику. И если человек, который не в ладах с законом, попадает в поле зрения полиции, то, уверяю вас, все будет по закону. Так вот, полиция Дюссельдорфа установила по фото, что Труханов – это то же самое лицо, которое было выявлено в Бельгии как Узопулус. И что 16 марта 96-го под этим же греческим именем Труханов совершил поездку в Ниццу на частном самолете вместе с его владельцем, тем самым одесситом, криминальным бароном Мининым. Этого главаря банды Минина Италия таки посадила в тюрьму, а его охранника Труханова Узопулуса мы с вами усадили в кресло мэра миллионного города. И вот член мафиозной, международной, организованной, преступной, подчеркиваю, преступной группировки уже третий год руководит Одессой. Ну и чего теперь удивляться, что этот бандит со своей доверяйской бандой, заперся в мэрии, выставил в три ряда своих тетушек на входе, никого, ни активистов, ни горожан, ни даже журналистов не пропускает на заседание горсовета. На полицию по привычке цыкнул и те ему под козырек, некоторые даже шевроны срывали. Ну вот посмотрите еще раз, рванул – не отрывается с первого раза, второй раз рванул – удачно. А Форостяк юлил, изворачивался, как уж на раскаленной сковородке, мол, у него отклеивался этот шеврон, и он его снял, чтобы не потерять. Кстати, Форостяк, теперь, когда у крокодила Гены охрана будет вооружена дубинками, слезоточивым газом и отбойными молотками, самое время вам опять своих красным скотчем метить. Ну, как 2 мая на Дерибасовской. Что, случайно, не получить дубинкой по башке или по почкам от своих же тетушек? Муниципальная охрана Одессы получила 7 миллионов на дубинки и отбойные молотки. Балует Фантомас своих цепных псов. 7 миллионов. Это помимо тех 42 миллионов, что мы будем им платить с 17-го, 2 года по 19-й, чтобы они нас лупили резиновыми дубинками, травили слезоточивым газом, пугали и разоряли предпринимателей отбойными молотками без суда и следствия. Чтобы молчали, не протестовали. Ну, такой сам себе Янукович стал наш Гена-крокодил. Они даже чем-то похожи. Тот мечтал о золотом унитазе, страусиной ферме и в целом автопарке дорогущих ретро-машин. А этот о своей личной охранной фирме. Но оба-два плевать хотели на Конституцию Украины, права граждан на мирный протест. Поймите правильно. Если человек полжизни прожил в банде, охранял пахана, он там был в роли раба. Ему приказали, он исполнил. Без вопросов и дискуссий. Уйти из банды он может уйти только на тот свет. Посему раб всегда мечтает стать хозяином, иметь собственную банду, чтобы его теперь охраняли. Ну, а если твое заветное желание исполняется еще и бесплатно, вообще, получите, Геннадий Леонидович, за бюджетный счет 270 сотрудников муниципальной безопасности с отбойными молотками, резиновыми дубинками и газовыми баллончиками. Во счастье-то привалило. Ну, полный кайф. Вообще-то, по логике вещей, должностные лица горсовета должны так работать и так выстраивать свое общение с одесситами, что им не нужна вообще-то, по идее, никакая охрана с автомобилями, спецсредствами, а иначе это получается не городской совет, а некая оккупационная структура, которая нуждается в защите от одесситов. Всего на сессии рассматривалось утверждение программы «Безопасный город Одесса» с общим бюджетом «Не падайте со стула». 267 миллионов гривен за три года. В том числе в 2017-м 95 миллионов, почти 96. Это 10 миллионов долларов. Очень неплохой силовой бюджет развития. С кем собираемся воевать? Доброго дня, хлопцы. Доброго. Я помощник депутата. Будь ласка, представьтесь, кто вы такие, что вы робите? Мы. Так. Что вы делаете? Что вы робите? А кто вы такие? В артомисте или что вы? Служба охраны? Да. А на вещи вы берете, вот, палки, вот, все? Для общественного порядка. Какого общественного порядка? Общественного. А кто вас сюда запросил? Славяне приехали в гости. Ну, то есть вы приехали до депутатов, до нас? Конечно, все. Ага, а откуда вы приехали? Хлопцы. Какой Украина? Ну вы, а кто у вас есть старший? Кстати, министр юстиции Эстонии, Рейн Ланг, по этому поводу сказал так. По закону существует одна полиция. Это полиция Эстонии. Она носит синюю форму и ездит на автомобилях с надписью «ПОЛИЦИЯ». А роль муниципальной полиции – проверять правильность парковки, следить за тем, чтобы собачьи экскременты не валялись на земле, а трусы, бюстгальтеры и другое белье не свеживалось через край балкона. Конечно, учреждение с узкой сферой обязанностей нужно, однако оно должно быть недорогим и человечным. Ну, а что? Дешевле и человечнее, чем у нас не бывает же. Для провинившегося водителя – резиновая дубинка по кумполу, для нашкодившей собачки – газовый баллончик, для балкона с трусами – отбойный молоток. В общем, 50 миллиончиков на борьбу с собачками, трусами, мафами, автохамами и протестной толпой. Дешево и сердито. И все-таки смех смехом, но справедливости ради должна сказать, что наш министр МВД Аваков тоже на медни до смерти напугал Труханова. Вот его же коленки, наверное, задрожали. Слышали, да? Грозен так сказал, как отрезал. Что касается всех охранных фирм, которые пытаются себя противопоставить полицейским или каким-то образом пытаются установить альтернативную власть, Министерство внутренних дел будет лишать, повторить, будет лишать такие охранные фирмы лицензии. И делать будет это очень быстро. На улице есть только одна сила – это полиция, другой нет. Я как-то не очень спешу радоваться таким резким заявлениям наших кирмачей. Как говорится, посмотрим. А то вот этой весной, в марте, Порби пообещал лишать должностей чиновников с двумя гражданствами. На дворе уже лето, июнь месяц. А наш гражданин с двумя гражданствами как сидел, так и сидит в кресле мэра, и никто не выкинул его на кислород. Поруби чиновников с двумя гражданствами. Будем лишать занимаемой должности. Геннадий Леонидович, Лысина не краснела от стыда, когда вам показывали этот цирк? «Костор седьмому каналу! Костор седьмому каналу! Костор седьмому каналу!» Под названием «Группа поддержки Труханова». Нет? Ну тогда полный порядок. Как по мне, на следующую выборную кампанию можете сильно не тратиться. Во сколько вам обошлась эта городская сумасшедшая? Ну вот, вот я, я тоже так думаю, не больше 100 гривен, да? А вот с этой базарно-привозной поддержкой вы гарантированно победитель в первом туре. Так держать. Мы все радуемся за вас. Ну очень на этот балаганный пиар всем понравился. А если серьезно, Геннадий Леонидович, то похоже на то, что вам пора паковать чемоданы. Такого беспрецедентно хамского отношения местной власти по отношению к себе одесситы не помнят. Ваша банда захватила общественное здание? Что вы там делали, никто не знает. Журналистов не пустили, они не могли проинформировать город. Общественники и активисты тоже за бортом, не говоря уж о просто горожанах. Так, препятствование журналистской деятельности – это четко статья 171 Уголовного кодекса. Вы все еще уверены, что не сыщется судья, который упрячет вас за решетку? Кстати, в Национальной полиции уже ведется дело по поводу создания вашего департамента муниципальной безопасности. Одесского горсовета и этого самого коммунального предприятия – муниципальная охрана. А на менте еще четыре партии подали заявление в полицию. Сразу четыре политические силы – Народный рух Украины, Сила людей, Демократический альянс и Движение новых сил подали заявление в Главное управление национальной полиции в Одесской области о совершении нескольких криминальных правонарушений. Заявление касается позавчерашних событий, которые произошли на сессии Гурсовета, вокруг сессии Гурсовета. С нашей точки зрения произошло грубейшее нарушение конституционных гражданских прав одесситов граждан Украины. Представители ряда политических партий и общественные активисты требуют открыть уголовное производство, провести расследование и привлечь виновных к ответственности. А теперь я к вам, мои дорогие. И а если вы думаете, что найдется такой неленивый одессит, который таки, да, доведет Трухановское уголовное дело с набу или без набу, но до конца, или придет хороший дядя какой-то, и справедливость восторжествует, и Труханов будет отдыхать на нарах в камере с видом на море, пока не вернет на родину из офшоров все, что украл, то я завидую на ваш оптимизм, как говорят в Одессе. Я не зря начала программу с показа волнений в ватной России. Это 26 марта, тоже против коррупции. Видите, жесточайшая расправа, но она людей не запугала. Они ложились под автобус, не давали увезти Навального. Путин! 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 И вредим Аллахстанку! И вредим Аллахстанку! И вредим Аллахстанку! Ну, вот пусть еще без баррикад, но волнение уже серьезное. Гнев народный у россиян просыпается. А по поводу нашего гнева хочу процитировать пост одного юзера. Он прячется под ником Прохвесар. Представляет себя бандеровцем и поедателем русскоговорящих младенцев. Ну, с юмором, товарищ. Но в данном случае я его мнение полностью разделяю по поводу гнева нашего народного. Ой, я вас прошу, какой народный гнев? В городе есть горско-активистов, которые пытаются деятельность мэрии направить в законное русло, так как их только не поливает грязью. А все остальное быдло будет тихонько скулить на кухнях, и хрен врыпнется, случись что. Зато на 9 мая с дедушкой на палочке, да, в победобесном припадке, это да, это мэммагеум. Мэдиситы – потомки совков, а не вольных казаков. Поэтому будут и дубинки, и перфораторы, и какава с чаем. Субтитры подогнал «Симон»!